Интеллектуальный круг Макаров, восьмое мероприятие, с радостью вас всех вижу, с радостью вижу человека, который единственный у нас посещает все мероприятия. Здесь есть много людей, которые посетили из восьми мероприятий многие. И для меня огромное счастье сегодня видеть здесь Сергея Вячеславовича Савельева, потому что мы все время говорили о геополитике, о переводах, о большом актерском мастерстве, о чем мы только не говорили. Но никогда не разговаривали об основе интеллекта, о человеческом сознании, о мозге, о том, что сделал за свою жизнь Сергей Вячеславович. Ну, с моей точки зрения, хоть и, как говорят в прессе, не априорно, но зато настолько качественно, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Поэтому прошу любить и жаловать Сергей Вячеславович Савельев. Да, очень приятно. И начнем мы разговор с очень простой, с одной стороны, расхожей, наверное, истории. Мы все бежим за какой-то осмысленностью, осознанностью, интеллектуальностью. А вообще человеческое сознание – это какая-то познанная часть или это самопридуманная, и мы как-то сами себе какие-то иллюзии выставили в этом отношении? Ну, иллюзий, конечно, полно, но в мозге нет ничего хитрого, того, чего неизвестно. Это очень печально. Почему? Потому что это лишает нас каких бы то ни было иллюзий. Но каждый человек надеется, что у него где-то там, в глубине сознания, ну, кто не знает про мозг ничего, значит, пользуется терминологией психолухов, значит, естественно, ни о каком сознании речь не идет. Сознание – это довольно абстрактное понятие, как русские народные сказки, потому что формально сознание есть у осы. Она же осознанно ищет еду. Более того, она живет четыре месяца, а три месяца может помнить одно предъявление, которое в ее жизни случилось, и в критической ситуации возвращается к нему. Так что даже самые интеллектуальные из нас не сильно отличаются от мух, если не решают какие-то сложные задачи. Те, которые мухи решать не могут. Значит, у нас, если говорить о сознании, то это, в общем-то, вещь редкая, экзотическая, которой владели далеко не все. К сожалению, людей, которые владеют произвольным сознанием, а не сознанием, построенным на том, чтобы взять и там найти деньги, найти красивую самку, построить большой хороший дом, купить красивый автомобиль, и желательно это все в Ницце, и жизнь задалась. Вот об этом речь в моем разговоре не идет. Это биологические принципы, которые достались нам от приматов. Ими прекрасно владеют кроты, мыши, тараканы. У них та же цель – покрыть метровым слоем своих потомков на этой планете и планеты, то есть размножиться, и обеспечить их физиологическое воспроизводство. Вот в рамках таких целей о сознании говорить вообще нечего. Даже если приходится сильно напрягаться для того, чтобы найти там или вспомнить биткоиновский счет, который вы успешно забыли. То есть это никакого отношения к человеческому мышлению не имеет. Есть масса таких маскировочных явлений, которые создают иллюзию того, что человек думает. Ну, во-первых, это подражание примитивное, это подражание характерно для собак, обезьян, попугаев. Но это не мышление. Дальше следующий вариант – комбинаторика. То есть почему шахматисты, как правило, демонстрируют удивительную глупость. Ну, достаточно вспомнить недавнешних чемпионов мира. После того, как стал обыгрывать компьютер, все стало ясно. Что люди просто выучивают две тысячи начал, потом полторы тысячи продолжений и пятьсот концовок. Память хорошая – это очень важно. И нужное дело. Но к мышлению, тем более к творческому, никакого отношения не имеет. Поэтому шахматисты при тестировании на наличие произвольного мышления показывают такие же низкие варианты, как и экономисты. У нас, как известно, вот в наших исследованиях самый низкий уровень получили три человека. Петр Столыпин, Егор Тимурч-Гайдар и Каспаров. То есть, о чем это говорит? О том, что комбинаторика и использование уже готовых решений методом быстрого перебора к мышлению никакого отношения не имеет. Это гарантирует вам успех в алгоритмизированном обществе. Ну, вот если алгоритмы очень жесткие в обществе, и понятные, и воспроизводимые, кто у нас самый эффективный менеджер в таком обществе? Нижние слои, уборщица. Нет, нет, не уборщица. Берите глубже. Но она же менеджер. Женщины. Женщины самые эффективные в стабилизированном обществе. Почему? Потому что правила не меняются. В нашем обществе женщины эффективными менеджерами быть не могут, если у них нет эшелона, который приезжает по воскресеньям из швейцарского банка. Почему? Да потому что правила меняются все время. А правила не алгоритмы. К ним надо приспосабливаться. И вот здесь начинается творческое мышление. Так что лежит в основе этого самого творческого мышления? Сейчас я поясню немножко. Во-первых, наш мозг состоит из двух частей. То есть он дуалистичен. Каждый раз, просыпаясь утром, вы думаете, кто придумал эту зубную щетку? Кто придумал подъем в 7 часов утра? Кто придумал эту пробежку? Ну, о пользе ЗОЖа я расскажу. Его примерно столько же, сколько в песне Шнурова, ЗОЖ. Примерно такая же польза. Вот это отдельная песня. Достаточно напомнить о том, что после начала ковида 80% умерших – это были люди, которые не курят, ни в коем случае не пьют, ведут здоровый образ жизни, по утрам бегают, укрепляют здоровье в расчете прожить лет 150. Вот они все быстро умерли. Я вообще надеялся, что к середине ковидного года, 20-го, у нас ЗОЖников не останется. Это я с большой надеждой на это смотрел. Почему? Потому что смертность среди них была чудовищной. Почему? Объясняю. Потому что ковид, на самом деле, это синтетический вирус. Вы знаете вообще, как это все случилось, несчастье? Нет? Или лучше не знать? Решайте, я могу рассказать. Но от этого хорошо не станет. Значит так. Тогда возвращаемся к двум нашим любимым клоунам. Это Билл Гейтс и Джордж Сорос. Два прохиндея, достаточно полуграмотных. Ну вы представляете, Билл Гейтс получает удовольствие от игры в карты с Баффетом в 50 лет. Интеллектуальный уровень непонятия. Ну я думаю, пояснять дальше не надо. Это вот ниже Плинтуса. Ну бог с ними. Они затеяли навредить человечеству. Как надо навредить человечеству? Очень просто. Сделать так, чтобы мы начали сами себя уничтожать. И они объявили премию в несколько миллионов долларов тому, кто найдет какого-нибудь дохляка в вечной мерзлоте, у которого сохранилось, что испанка. Потому что 15 миллионов человек щелк в Европе в начале прошлого столетия. И все хорошо. Сергей Вячеславович, у вас тоже ковид в свое время коснулся? Шесть раз коснулся. Первый раз он меня коснулся в 19-м году. Мне его лично преподнес посол Китая в России. Неприятное преподнесение. Неприятно. В мае месяце это все было. Мне пришлось общаться с этой изысканной публикой. Включая министра культуры Китая. Там был проект совместный. И это плохо кончилось. Меня заразили в 19-м году. Я все лето провалялся. Дохло и холодно. Значит, дальше Сорос и Гейтс объявили поиск. Ну и долго ничего не получалось. На Шпицбергене там кладбище раскапывали. В Норвегии. Ну, в конце концов, одному ловкому садовнику повезло на Аляске. Он нашел большой могильник. И, как он сам давал интервью, какую-то, в общем, фатвуман. Достойную. У которой, значит, он нарезал садовыми ножницами брюхо. И разослал, как было положено и указано, в несколько лабораторий. Ну, действительно, проверили. Действительно, сохранилась испанка. Ну, конечно, вы понимаете, у нас известные гуманисты это японцы. Они тут же ее привили обезьянам. И дальше сейчас вы начнете слышать знакомые слова. Обезьяны умерли в страшных корчах от цитокинового шторма. Чувствуйте, многие чиновники это даже выучили почти целиком фразу. Дальше пошло веселее. В Америке во времена Обамы начали на основании этого делать оружие. Кстати говоря, то, что вам сейчас рассказал, опубликовано в журнале Medical Nature в открытой печати. Никаких секретов нет. Просто об этом не любят говорить. Дальше прошло несколько лет, и была опубликована пропись, как сделать ковид. Если мы скинемся по 100 тысяч долларов, то вот в этом помещении это можно сделать за полгода новую версию. То есть настолько это просто. И после опубликования этого модели, значит, сказали о том, что вот был сделан боевой вирус, у которого базовая – это испанка, два фрагмента от СПИДа для повышения инфицируемости, и кусок атипичной пневмонии. Это все сшито в химерную конструкцию, то есть боевой. Ну и, конечно, как вы понимаете, как задумано по сценарию. И удачный режиссур Барак Обама запретил категорически этим заниматься на территории США. А дальше как в немом кино. А в это время Джордж Сорос уже привел запрещенную для ВОЗ Китая оборудование для молекулярной биологии в знакомый вам город, называется Ухань. И он точно знал, что китайцы свиней экспериментальных сжигать не будут в крематории. Они будут их есть. Что и произошло. Шкурки и косточки они сжигали, а все остальное перебрасывали. Через забор, на Уханьский рынок пищевой. Как раз на ряд, где торгуют рептилиями, черепахами, панголинами. И там из них делали прекрасные пельмени. Туда ездил весь Ухань закусывал. Дешевые, качественные. Из очень хорошего мяса. И пока спрос был небольшой, все было нормально. Их доваривали. Но потом стали торопиться. Бизнес есть бизнес, сами понимаете. И вот наевшись недоваренных пельменей, китайцы стали заболевать. Именно поэтому китайское правительство абсолютно честно говорило, что ребята, не бойтесь, это кишечная форма, мы справимся. Ну, они там расстреляли десяток. И сразу стало все ясно. Но не тут-то было. Он очень быстро, как говорят, мутировал. На самом деле не мутировал, а перешел в форму воздушно-капельную. И все. Расчет был простой. Что где-то около 100-200 миллионов здоровых мужиков, то есть в первую очередь китайских военных, которые ведут здоровый образ жизни, физкультурники, они передухнули. Что ослабит вооруженные силы Китая. Но китайцы это все поняли, просчитали, стали там заваривать граждан у себя прямо в домах. Вот, собственно говоря, вся история. Теперь почему он исчез? Дело в том, что при каждом пересеве от человека к человеку, он небольшой там по размерам молекул, меняется пара нуклеотидов. Это не принципиально. То есть он такой же ядовитый. Но при каждом пересеве он ослабевает. Когда накапливается больше 30%, от него остается уже несмертельная форма. Ну и поскольку люди в разное время заболевали разными состояниями, то есть у одного 300 раз пересеялось, и она уже неактивная, а у другого 5 раз пересеялось, потому что 90 дней хранится, то значит у него очень активная форма. Вот и вся история на самом деле. Он также точно изменяется, как любой вирус гриппа. Вот откуда ножки растут. Так давайте вернемся к мышлению. Но действие его, просто я сейчас объясню, для этого вопроса о мышлении, кстати говоря, основное его действие направлено на том, что умирает человек не от вируса, вирус ничего не делает, уничтожает, как и при испанке, собственные иммунные системы. Те клетки, в которых есть вирус, блокируются клетками иммунной системы, поскольку в легких больше всего человек быстро умирает. И вот это поражение легких, это на самом деле защитная реакция. Что надо было делать? Надо было не повышать иммунитет, а его гасить. Именно поэтому бомжи не умирали, а умирали физкультурники. И китайцы опубликовали через два года, что в 16 раз смертность ниже у тех, кто занимался тем, чем мы сейчас с вами занимаемся. То есть пил и курин. Так что сами выбирайте, что вам делать. Ну да, была шутка еще в сигарных клубах в этом отношении, что мы... Да-да. Никогда с нами ничего не случится. В этом отношении. Ну почти так, да. Я вас слушаю. Когда я заболела ковидов, я не принимала никакие лекарства, никакие ничего. Я ела больше пищи, где были там венцы. То есть капусту, лук, чеснок, ну все же там. А там редиску, дайкон, занимался спортом. Не бежал, в постели, но гулял в лесу. И так я... Гулять хорошо, спортом не надо. Я просто к тому, что вы сказали, что когда иммунитет, его нужно понизить, а я наоборот иммунитет повышал. Я сама... Нет, нет. Вы его истощали. Так что это немножко другое. Что? Давайте, да? Надеялись на это, да. Нет, никто не погиб. Никто не погиб. У них есть такое количество солдат? Ну не важно кто. Там любые военные. Нет, это вопрос даже не вопрос военной службы. Вопрос заключается в том, что восполнение. Рассчитывали на 100-200 миллионов. А погибло на порядке меньше. Честно говоря, вот такая теория происходит, где не ковид, довольно-таки... Нет, нет, нет. Это действительно National Medicine издавала. Меня можно не слушать, но очень легко проверить. В журналах что-то? Да, да, да. В журналах описано все очень подробно. Да, прекрасно. Ну, медиа зажимает эту информацию. Вернемся к мышлению. Да, давайте к мышлению вернемся. Так вот насчет мышления. У нас мышление состоит как бы из двух частей. Одно мышление нам досталось от обезьян. Ну, много всяких хороших вещей от обезьян досталось. Ну, например, женские туфли на длинных, на высоких каблуках. Чем это так хорошо? Потому что когда у самок шимпанзе удлиняется голень, самцы понимают, что она созрела для репродуктивных утех. Ну, то есть для изготовления себе подобных. По этой причине у мужиков, то есть у нас, мы такие же обезьяны. Ну, для тех, кто не верующие, естественно. Для верующих там другая история. У тех такая же точная реакция. Это непроизвольная инстинктивная реакция на женские длинные ножки, особенно удлиненные каблуками. Действует безотказно абсолютно. Почему? Потому что подсознание, то есть инстинктивно-гормональные центры нашего мозга, обезьяньевого происхождения, отлично на это реагируют. Ну, там есть еще кое-что там. Ну, например, вомероназальный орган на носовой перегородке, орган полового обоняния. Девушки вот все время моются, и потом дезодорантом. Бздынь-бздынь. Особенно алюминий содержащий. Что происходит? Никто не позарится. Почему? Потому что феромоны находятся в паховой области и под мышками. Мыться надо реже, если у вас есть перспективный самец. Ну, вы сами знаете, там появляется какая-нибудь девица, давно не мытая, страшная, как смертный грех, с кривыми ногами, лохматыми. А мужики начинают вокруг нее биться. С чего бы это? Без каблуков. И без каблуков в каких-то кедах. Это тихий ужас. И чего? И нормально. Почему? Потому что феромоны, она не моется, излучает феромоны. Мы не чувствуем феромонов, а сразу подстраиваем сознание. Вот этот весь комплекс инстинктивно-гормональный называется лимбической системой. Он возник, сложился еще во времена низших приматов. И он у всех есть. И вот дальше эволюция вся человечества шла не по этому пути. У нас как раз вся эволюция была построена на том, чтобы использовать осмысленное поведение. Поэтому так быстро. Ну, приведу пример. Чтобы динозаврам сделаться из 20-граммового мозга до 200-граммового, это самый большой мозг, который есть у динозавров. Я имею в виду тираннозавр рек, рекс вот этот большой. На самом деле он не самый большой. И бегать он не бегал никогда в жизни, как заяц за кем-то там. Он с трудом передвигал лапки. Он падальщик был. Но неважно, вот у него мозг самый большой во всей группе динозавров достигает 200 грамм. На самом деле монгольский торбозавр точно такой же по обличии, только помассивнее, у него чуть-чуть побольше. Так вот, на это потребовалось 120 миллионов лет. А для нас с вами всего 4,5 миллиона лет. Из мозга, который характерен для шимпанзе, или, я не побоюсь такого слова, для собачки алабай, у них такой же большой. Большие алабаи, они имеют примерно такой же мозг, как и шимпанзе боноба. Дойти до нас с вами. То есть это не 350 грамм уже, а это кило 500, кило 600. Сейчас, правда, он у нас полегчал из-за негоостребованностей. В первую очередь в Европе. Там, к сожалению, мозг стал легче на 250 грамм за последние 20 тысяч лет. Потому что там главное – это, как вы знаете, социальная адаптированность, покладистость. Понимаете? Правильное понимание команды к ноге. А кто этого, так сказать, не проявляет? Европа маленькая по территории. И там дубов много. Веревок с мылом тоже. Поэтому жесточайший отбор на протяжении полутора тысяч лет привел к тому, что обладатели непокладистого мозга были физически уничтожены. То же самое происходило и в Китае. Кстати говоря, Китай – единственная страна на этой планете, которую умудрялось уничтожать с целью церебрального сортинга. У меня об этом есть книжка. Давайте термин разошьем – церебральный сортинг. Церебральный сортинг – да. До 30% населения. Вот теперь расширяю. Никто в жизни такого не делал. Даже в Европе так не делали. Ну, там 20-30%. В локальных местах, конечно, побольше. Ну, кто не платил десятину, ну, тех понятно. Крестовые походы первые 200 лет происходили только в Европе с целью пограбить. Ну, понимаете, кто оставался? Тот, кто настучит на соседа, кто заложит его, кто воспользуется его имуществом. Понимаете, какие прекрасные качества отбирались на протяжении полутора тысяч лет. Подлость, предательство, обманы, другие европейские достижения, которые, естественно, маскировались под гуманизм, который мы сейчас расхлебываем. Дружные вещи и весело. Но все-таки мыслительные процессы в этом отношении не такие же плачевные, но все время были. Там же давались какие-то всплески радости. Конечно, да. Но они еще хуже, чем кажется. Так вот, отбор шел очень интенсивно. При этом вторая часть мозга, одна часть – это та самая, которая размножение, еда, и выпендрешь, доминантность. А вторая часть – это рассудочная, которая позволяет принимать сложные решения. То есть это то, что любят художники рисовать, это сбор с демизвильными, который покрыт наш... Сергей Ильич Владимирович, может, микрофон все-таки тогда... Давайте. Ну вот, то есть у нас как бы двойственность. Но здесь есть две больших проблемы. Одна проблема связана с тем, что древние обезьяньи-центры, они составляют всего 10% от всего мозга. Смотрите, как удобно. Не надо ни о чем думать. Спустил штаны и по Европе. Нормально. Никаких. Пользоваться можно только инстинктивно гормональными формами поведения. Замечательно. Никаких расходов на мозг. А я сейчас скажу, это следующий этап. Дико сложный. В отношении нас. А другая сторона. Это 80% нашего мозга. Тот самый неокортекс, борозды мизвильными. Он очень дорого стоит для его содержания и использования. Вот в нем как раз такое количество нейронов, что уже можно заниматься произвольным мышлением. Не только увидел самку и получил эрекцию. там, ну, как-то посложнее уже можно что-то. Увидел хороший кусок мяса и тут же захотел его съесть. Вот в сторону от этого начинает уже работать неокортекс. Там у нас находится 80% нервной ткани. И самое главное, что там у нас от 9 до 21 миллиарда нейронов. Сейчас объясню задачи. Кстати, почему никакой искусственный интеллект в принципе невозможен? В принципе невозможен. Не то, что там наша наука не доросла, еще чего-то. Вот это все фуфло, которое вам рассказывают. Ну, во-первых, приведу пример. Баффетт уже продал акции фирм, занимающих искусственным интеллектом. А он не дурак. Вот он что-что, а деньги считать умеет. Недаром он самый богатый человек на планете. Вот эта вся ерундистика с искусственным интеллектом построена на том представлении малограмотных инженеров, что все передачи сигналов, все, что происходит в мозге, это есть электрохимические процессы. Во-первых, это электрический, они рассматривают электрический процесс, который пытаются программировать. Но если бы у каждого программиста вокруг головы был бы такой светленький кружочек, и он мог предсказать все возможные варианты, тогда бы он был Господом Богом. И мог бы решать такие проблемы. На самом деле, никого нимб вокруг них нет, а есть примитивные, убогие алгоритмы, которыми они пытаются добиться того, чтобы компьютер самообучался, что неправда, надо все время корректировать. Они пытаются показать, что он может решать задачи, которые мы решать не можем, и это правда. Например, подсчитывать какие-нибудь там лайки, лайки он может лучше нас, это правда. И в шахматы играть с ограниченным количеством, набором приемов тоже лучше нас, это факт. А вот никакого творчества нет и быть не может. Почему? Потому что у нас вот эти все самые от 9 до 22 миллиардов нейронов обладают связями между собой. их от 100 тысяч до миллиона. Так, так. А еще что? А еще есть такая штука. Чего? Что-то у меня случилось. Я... Нет, я говорю, вроде бы, он как-то усиливает, наверное. Да, как-то усиливает. Ну вот. Значит, это первое. Второе. Каждая связь – это синаптический контакт, в котором находятся переменные... Нет, все, уже... Вот теперь да. В котором находятся синаптические пузырьки и где-то 20-25 основных типов медиаторов. И вот эта комбинация, которая на самом деле меняется от синаптического контакта к контакту, ну, посчитайте, кто арифметику не забыл за 8 класс, а из НПК – количество переменных у одного неруда. И успокойтесь. Потому что кодирующая часть абсолютно неприемлема для расчета. Ну и это не главное. Самое главное стоит в том, что наше мышление построено на том, что у нас образуются принципиально новые связи между нейронами, которые до этого физически отсутствовали. То есть все наше мышление, долговременное запоминание и прочее является физическим процессом морфогенеза, то есть образование межмейронных связей. Мне тут же говорят, а вот мы сейчас запрограммируем так. Вы что, все связи можете запрограммировать? Ну, конечно, нет. Поэтому вот этот весь детский сад, железный феликс, это называют, такой был феликс в моем детстве, такой железный калькулятор, посчетная машинка. В общем, отсчет, это отличается не сильно на самом деле. Да, какие-то вещи, там, расчет орбит, какие-то вычисления массивные, да, можно делать, кто говорит, это прекрасные подспорья. Но говорить о каком-то интеллекте могут только те, кто в нем сильно нуждается. То есть у них до такой степени отсутствует собственный интеллект, что и машины подойдут. То есть это, к сожалению, действительно так. Теперь перейдем к следующему, к следующей части нашего балета. Она связана с тем, что вот эти древние центры, лимбические, инстинктивно-гормональные, которые регулируют наше интуитивное поведение и превращают нас на самом деле под одеялом дома в обычных макак, ничего не лучше. И потому что мысли такие же абсолютно. И желания примерно те же самые. И неокортекс, который обладает творчеством и обладает колоссальной энергоемкостью. Сейчас объясню, в чем фундаментальная проблема. Проблема заключается в том, что когда, не дай бог, вы начинаете что-то думать по-настоящему для девушек не о том, что женится и не женится. Не об этом. А о том, как, например, и для мужиков не о том, как бы акции успеть сбросить до того, как они упали в плинтус. Не об этом. Нет. Для этого ума не надо. Надо иметь жизненную опытность и соответствующую практику. Ну, можно и озвилину, может быть, даже одно. Прямое. А что-нибудь посложнее. То, что не приносит непосредственной биологической выгоды. Вот этим человек заниматься категорически не хочет никогда. Ну, какой смысл этим заниматься, когда колбасы не будет, детишкам кроссовки не купишь, в Ниццу не поедешь и даже яхту не оплатишь, стоящую в Испании. Ужас-ужас. Ну, 60 баксов в день. Ну, дорого. То есть, это проблема нерешаемая. Вот если не такие проблемы решать, а там просматривать, ну, например, теорию струм, фундаментальную часть строения материи. Или стандартную физическую теорию организации материи. Ну, для которой построили вот этот самый коллайдер городский. За много-много миллиардов. Там все же очень просто. Они пытались подтвердить стандартную теорию строения материи. Там 4 кварка, 4 лептона между собой взаимодействия, 4 типа взаимодействий. И среди них, значит, бозонные взаимодействия. Искали это бозон Хиггса, который его предположил. Нашли, да. Просто мой приятель считал вероятность его существования. Знаете, какая вероятность? 50%. Ну, самим смешно, понимаете, эту монету подбросить. Это стандартная теория, с которой носятся уже 80 лет. То есть речь ни о чем. Для этого построили коллайдер. Ну, интересно, конечно. Хороший способ осваивать деньги. Но не до такой же степени. Не так у нас. Вот и наши сейчас тоже пытаются так же освоить деньги. строит Воярия Объединенный Институт Ядерных Исследований. Отличный бизнес. Я завидую. Ну вот. А есть теория струн, которая исходит из других параметров. Вот сейчас коллайдер занимается тем, что проверяет теорию струн. Ну, видимо, с той же вероятностью. То есть я почему об этом говорю? Потому что когда человек думает о таких вещах, не приносящих прямой выгоды и даже, извините, колбасы, просто. Ну, сколько там этим ученым платят? Ну, нормальный брокер за день зарабатывает, сколько их за 10 лет получает. Ну, смешно обсуждать. Так вот, заставить себя думать на такие темы крайне сложно. Потому что теперь мы переходим к самому больному моменту. В случае напряжения интеллектуального наш мозг потребляет до 25 процентов энергии всего организма. То есть вот все, что вы съели, выпили, если вы начинаете, не дай бог, думать, то это все идет на обеспечение мозга. Можно долго этим заниматься? Нет. Две недели примерно. Дальше возникает проблема. И раньше это называли нервным истощением. И барышень, и молодых ее людей отправляли на воды. Теперь не на воды, теперь на истинную понятную. Но это проблема. 25 процентов всего, что вы съели, вдохнули, естественно, уйдет на свержение мозга. Поэтому думать очень вредно. Я имею в том смысле, что если будете напряженно думать, то сильно похудеете. Обратите внимание, кто у нас потолще. Так все-таки мыслительные процессы и творчество, тем более, вытекающее из мыслительных процессов. Это же как раз то самое напряжение, которое... Это те самые расходы. Сейчас доберемся до умных и дураков. Не волнуйтесь. Не надо торопиться. Просто надо сначала введение в проблему. Иначе будет непонятно, кто на ком сидел. То есть, у нас получается странная вещь. Думать очень дорого. Очень вредно. Потому что расходы колоссальные. На содержание вот этого неокортекса, которым мы как раз принимаем решение. Которым думаем. А не думать очень выгодно и хорошо. Потому что вы ведете себя как мартышка. Никаких проблем. Что захотел, то и сделал. Все. Замечательно. Расходы в 10 раз меньше. Там нет задолженности никакой по энергетике. Там все хорошо. Ведете себя как обезьяна. Ну и наслаждаетесь. Но самое-то главное, что в этом наслаждении есть скрытый механизм. Дело в том, что наш мозг очень хорошо защищен от избыточного мышления. Вам хочется что-то сделать. Как раньше было в советские времена? Это анекдоты от армянского радио. Что делать, если вдруг захотелось работать? Ответ. Надо лечь на диван и полежать. Это скоро пройдет. То есть, это правда. Но вот сейчас объясняю, в чем дело. Дело в том, что защитный механизм вырабатывался не вчера. И ничего вы не сделаете с ним. Он все равно работает. особенно у детей. Это наше проклятие. На самом деле. Почему дети не хотят учиться? Вы его и в хвост, и в гриву, а он там телефон подпортает. Раз, 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 раз. И хочешь, бей его. Что хочешь делать? Проблема заключается в том, что защитный механизм у нас такой, что против него большинство людей вообще бессильны. Потому что в обмен на снижение энергетических расходов головного мозга эндогенно, внутри мозга, вырабатываются полезные вещества. Одно называется каннабиоиды, а второе называется опируиды. Вы снижаете мыслительную деятельность, и вам косячок. почему вот вы хихикаете, вы забыли свое детство, как было хорошо. Помните? А вот у детей до пубертатного периода и опиоиды эндогенные, то есть внутри мозга вырабатываются, и каннабиоиды. За детство счастливое наше спасибо, родная страна. Под двумя косяками все были счастливы в детстве. Потом при половом созревании опиоидов стали вырабатываться меньше. Но каннабиоиды остались. Надо как-то отваживать вас от мыслительной деятельности. Это большая эволюционная проблема. Не дай бог вы ничего не додумаетесь. Поэтому существует вот такой скрытый механизм. Поэтому ученых очень мало реально. В основном всякие прохиндеи, которые из пустого порожня переливают, и вам потом в интернете рассказывают о калашении пшеницы на луне. На самом деле единицы способны к так называемому произвольному мышлению. То есть те, которые могут создавать то новое, чего не было в природе и в обществе. Вот в чем фокус. И вот вы представьте себе проблему. Вы собрались заняться какой-нибудь интеллектуальной деятельностью, а природа говорит, нет. С кого вы считаете-то? поесть, размножиться, купить большую черную блестящую машину, выпитриться, это пожалуйста. Это поощряется. А вот интеллектуальной деятельности нет. Почему студент, как только начинает готовиться к экзаменам, к чему-то вдруг начинает есть. А некоторые студенты идут, даже говорят, бабушка, мама, можно мне вам помочь? Помыть посуду, помыть полы, с чего это вдруг они? Да потому что по затратам изучения там, например, прикладной арифметики или физики, или биологии, или изучения там в латыни, в медицинском смысле, несопоставимо с мытьем полов и сортиров в доме. Они поэтому идут на это радостно, высоко задирая ноги. Почему? Потому что, во-первых, тут же бабушка хажет, ну с ума сойти, что происходит? Какой хороший? Ну я так попугая хвалил в свое время, это вот этот уровень. А напрягаться-то не надо, интеллектуальные затраты минимизируются. И это поощряется, то есть мало того, что тебя дома хвалят за то, что посуду помыли, ты еще и под косичком живешь, как-то глупо от этого отказываться. Поэтому студенты учат, чтобы донести до экзамена и все. То есть практика использования интеллекта собственно, то есть заставить мозг работать, решать, ну хоть какую-то небиологическую задачу, проблема почти неразрешимая. и это ужасно, потому что вот у нас есть специальные технологии, с помощью которых мы можем определять способности к этому самому произвольному мышлению, то есть способность решать задачи, которые биологической выгоды не имеют. Ну это определение гения практически. Ну до гения сейчас дойдем, там не все так просто, потому что есть проблемка еще одна, сейчас мы к нее доберемся, которая делает гения исключением и редкостью. Так вот у нас есть, мы в одном из поисковых исследований проанализировали ну примерно четыре с половиной тысячи человек. Это очень сложная работа, потому что требует колоссальных усилий, а там есть непрямые методы, так можно было и прямыми методами, если был создан томограф 15 лет назад, когда этот проект был уже готов, и обратился кому надо и сказал, что мы можем это сделать так, что, например, американские, английские, немецкие чиновники придут утром на работу, откроют портфель, достанут туда мылые веревку и поймут, что это единственный правильный выход. Это легко сделать, намного легче, чем вам кажется. Но для этого нужно набрать гениев, а гениев просто так набрать нельзя. Нужна технология. Но прямая технология не состоялась, потому что те, кто надо, сказали, что будет с нами, а что будет с нашими детьми. Они уже крупные бизнесмены в Швейцарии, в Америке, а здесь выяснится, что они просто обычные идиоты, и это будет доказано. Что с нами, что делать? Я говорю, ну ничего, надо осваивать метлу, на заднем дворе работы много. Ну и на этом проект, как вы понимаете, прекратил свое существование. Но поскольку ученые это такой достаточно подлый народ, не зря один китайский император нашел способ решения, как разобраться с учеными, он наблюдал за крысами, вообще за всякими животными, и смотрел, кто самый умный, оказались крысы. Они приносили максимальный вред его саду, его бару. Он понял, в чем дело, и распорядился собрать всех ученых живьем засыпать в яму. Собрали тысячу китайских ученых, засунули их в яму, закатали землей и успокоились, и началась многотысячелетняя история Китая. Никто не мешал. Я имею в виду ученых. Так что от ученых вред огромный. Поэтому мы перешли к неинвазивным методам, то есть без стволографии высокоразрешающей. И с ее помощью мы можем оценить способность. Но на четыре тысячи человек пятеро. Те, кто реально может пользоваться с произвольным мышлением и в состоянии решать не биологические задачи. Вот такая пропорция. Это ужасно на самом деле. И сейчас я вам расскажу, как говорил Михаил Сергеевич рыбачок, где собака порывалась. Почему все-таки гений нет-нет встречаются и сделать с этим ничего нельзя. Хотя при нашей технологии их можно было бы умертвлять еще на ранних сроках созревания. Но чтобы не мешали по-китайской технологии. Это было бы оптимально. Здесь ситуация наверное спорная. Мы же как-то цивилизацию дожили до сегодняшнего дня. В том числе и с учетом этих гениальностей. Мы как-то с вами разговаривали по поводу Тургенева и по поводу ленивости его. Если бы наверное он не ленился, он бы там был гипергением своего времени. Но он в основном увлекался девушками пониженной социальной ответственности как в высшем свете так и попроще. И был таким плейбоем. На самом-то деле. Тургенев был плейбоем. Кто бывает в Германии потратьте полчаса. Съездите, сгоняйте к домику Тургенева. По сравнению с его домиком сарайчик Билла Гейтс отдыхает. То есть Билла Гейтс на самом деле не считает и бескусица. По сравнению с тем, чтобы он у Тургенева. Ну там про остальное я говорить не буду. Но у него самый высокий кстати говоря уровень интеллектуальный. Если бы он потратил свои силы на что-то более осмысленное чем написание литературных произведений что не требует колоссальных усилий. А мозг у него был 2 килограммовый. 2 кило как у Байерна как у Кромбеля. Хороший мозг. Большой. А почему большой? Это мозг лучше чем маленький. Потому что статистика упорная вещь. И у людей с мозгом выше среднего то есть выше 1320 грамм частота встречаемости отдаленности и талантов 4 раза выше. И так задача чем отличается гений от негения. В чем дело то? Что такого у него в голове? Там говорят он трудился у него родители. Все чушь собачья. Труд конечно вещь хорошая но если нет одаренности то есть предрасположенности сейчас объясню на чем она держится то никакие родители не помогут. Ну вот посмотрите у нас дети талантливых актеров композиторов музыкантов что-то не очень как-то у них не получается несмотря на папина и мамина связи. Ну это же расхожая фраза природа на детях отдыхает. Да она на родителях тоже часто отдыхает но здесь другая история значит в чем же дело что является основой одаренности человеческой почему один может а другой не может и тут мы переходим к самой неприятной части моего повествования дело в том что мозг является самой изменчивой частью нашего тела то есть разница между людьми не только по массе мозга хотя и здесь тоже неплохо потому что у там Гамбетта или Анатолия Франца мозг около килограмма массы а у Кромвеля Тургенева Байрона там за два да конечно сказывается да каким образом вероятность больше но вероятность это еще не талант не одаренность а в чем же одаренность и талант это исследовано было и здесь надо два слова сказать о конструкции нашего мозга дело в том что вот в этой самой коре которой думать противно и неприятно поскольку она дорого стоит находится около шестидесяти полей и подполей что это такое это нейроны которые выполняют конкретную функцию они упакованы в шестисловную структуру которую на поверхности и эта шестислойная структура различается по упаковке нейронов в зависимости от той функции какую они выполняют то есть у нас на затылке три зрительных поля вот они этим и занимаются одно получает первичные зрительные сигналы второе поле графические примитивы третье поле оценивает наш цвет при этом все мы с вами видим на самом деле половинки изображений все что слева приходит в правое полушарие а что что справа приходит в левое благодаря разнице то есть Бельте мы видим расстояние можем оценить отбор был на эту тему да когда мы были обезьянками потому что ну понятно что с дерева если вы упадете метров с двадцати шансов у вас будет немного поэтому точность определения расстояния Бельта она была обусловлена биологическими причинами вот так же точно у нас представлены моторные области слуховые ассоциативные но их очень немного если вы думаете что вся лобная область то я вас умоляю 10% от нее занимается ассоциативная церковь все остальное это точная координация движения когда вы водите рукой когда вы закручиваете гайку зажигаете сигару и прочее то есть у нас существует четкая топологическая привязка к конкретным полям конкретных функций функции есть поле есть теперь посмотрим как они меняются индивидуально и вот здесь начинается первый шаг гениальности и одаренности дело в том что эти самые поля и подполя у разных людей разные то есть они разные по размеру то есть у одного в поле может быть миллиард нейронов а у другого пять и не добавить вы ничего не можете хоть наймите любых учителей сколько есть в этом поле тем надо и пользоваться то есть получается что центры мозга своими линейными размерами которые достались от папы с мамой причем случайным способом сколько родители принимают участие они определяют функции этого поля а разница минимальная разница на относительно небольшой выборке составляет 3-4 раза то есть 300-400 процентов ну представьте себе что вы стали соревноваться в борьбе и вы ходите так смело против человека который в 4 раза вас выше ну ничего на вас могут наступить и не заметить элементарно но это не предел дело в том что по подполям разница может достигать 4000 процентов то есть один 2 метра другой 80 тут уж могут вообще не заметить и поэтому то что для одного человека это может быть предел интеллектуального напряжения чтобы понять то для другого это может решаться легко потому что материальный ресурс для принятия решений огромный ну то же самое как вы пытаетесь соревноваться например взяли разогнали запорожец с горы да ну а кто-то едет на ламбаржине ну давайте соревноваться ну и как он этот запорожец обгонит ламбаржин никогда точно такая же разница между людьми поэтому еще и проблема другая при таких разницах восприятия разных явлений вы договориться не сможете никогда с теми людьми у которых есть такие индивидуальные различия вы можете в бесконечности говорить там с любимым супругом на кухне вы говорите вот сейчас мы сварим кофе и зальем туда в лак вы понимаете под этим одно а он совсем другой он берет не молоко а сивки варит кофе или насыпает его из банки и вы не понимаете как это происходит почему он такой тупой ну и он не понимает почему он такой тупой и в чем делать да потому что даже слова которые человек оценивает и выкладывает в свое поведение не различаются в зависимости от того какой приемник находится в голове и договориться нельзя семантическая модель да да не семантическая модель у кого неровно больше лучше понимает все это причем это можно оценить при жизни да если сделать того как уже 15 лет назад можно было его сделать но из-за известных страхов это боец сделать потому что тогда начнется то что вы меня спрашивали церебральный сортинг как отбор дело в том что с позиции с точки зрения эволюции мозга никаких этих общественно-экономических формаций и прочего фуфлоредни никогда не было ну какая общественно-экономическая формация когда многоукладная экономика в Америке многоукладная экономика в Германии там на крупные фирмы типа Мерседе Асопель приходит 6% с национального бюджета о чем вообще речь какой капитализм полусемейные предприятия да и вот это раздутая этим обиженным Карлом Марксом эта история то есть это удобная штука для того чтобы разморочить людям голову на самом деле вся история человечества здесь надо два слова сказать была направлена на то чтобы отбирать людей с необходимыми для сегодняшней социальной системы способностями примеров полно у меня есть книжка такая называется церебральный сортинг у нас в нашей стране Петр I впервые с этим столкнулся откуда у нас такое количество иностранцев он решил разобраться решать государственные проблемы с кем с боярскими детьми кто у нас сыт и у кого деньги есть и про чат он набрал их в арифметические навигаторские школы сколько осталось кто сколько боярских детей освоило арифметику 2% это катастрофа для страны они идиоты они могли только тратить родительские деньги и размножаться все отличные ребята никто не спорит это очень важно не увеличивая народ население но толку от них не было никакого и тогда началось приглашение европейских инженеров и европейских военных которые прошли этот самый сортинг отсюда все эти фамилии и все остальное смог Петр решить это нет он так наивно и остался убежденным что надо там боярских или на худой конец дворянских детей кто решил проблему Екатерина она устроила настоящий церебральный сортинг она сказала все хватит этим заниматься маразмом кто в состоянии освоить навигацию арифметику тому личное дворянство а если проявил себя хорошо то и наследственно чему это привело да это привело к тому что уже при ее правлении стал наступил церебральный сортинг то есть отбора умных и оставлений за бортом дураков а когда наступил слабенький прогрессивный девятнадцатый век и поплыли пароходы и стали строить железные дороги тут выяснилось что инженеров нужно тьму и тут же церебральный сортинг принял просто катастрофические размеры к чему это привело середина девятнадцатого века во всем мире стали отбирать людей способных к инженерному искусству их финансировать они стали мерзавцы размножаться а их дети опять-таки получали шли в основном по папинам хотя в ощуплении конечно было и не все это могли к чему это привело потому что через три поколения они взяли поганую метлу и замели всю аристократовую европейскую помойку а у нас в семнадцатом году смотрите фотографии кто Ленин это окружает одни инженеры там революционеров извели довольно быстро ну в смысле профессиональных мерзаций а дальше вот это развитие страны когда за 15 лет страна стала другой то есть это на самом деле плоды нереволюционных перестроек это плоды целенаправленного отбора людей с определенными способностями которые нужны сегодня и сейчас чтобы решать казенные дела ну а сейчас такая же история сейчас абсолютно такая же и мы стоим как раз на пороге ну не на пороге уже за порогом уже процесс начался весело и трудно у нас сейчас точно такая же вещь почему потому что и бизнесмены и чиновники хотят хорошо жить и много зарабатывать что они делают они приглашают профессионалов которые очень хорошо разбираются в компьютерных системах я не говорю про искусственный интеллект его нет никогда не будет я имею ввиду людей которые владеют технологиями программирования системного программирования то есть люди у которых должны быть определенные спасания чиновники и сами бизнесмены в 99 случаях и 100 вообще не понимают как это делается ровно так же как они не понимали в 19 веке по каким законам есть параметры они такие же любые как и 150 лет назад других там не бывает потому что в эволюции любой социальной системы всплывают самые бездарные то есть чем бездарные тем эффективнее социальные ну это интересно это не я придумал но вот они приглашают этих самых вынужденных раньше инженеров теперь компьютерных мальчиков и девочек естественно что они вынуждены платить они вынуждены им создавать условия репродуктивного успеха размножения естественно они вынуждены создавать систему образования а как куда происходит такая смена новой системы отбора а старая вытесняется когда достигает 15 максимум 20 процентов населения с уже новыми отобранными мозгами это не эволюционный процесс это вынужденная ситуация поэтому сейчас происходит ровно самое и мы сейчас стоим на переломе дай вас слушаю вы говорили про мозг маленький и большой что улучшается большим количеством мозга он более вероятно свыше да и вот когда например два человека встречаются сознательно этот человек чувствует что он слабее а другой человек чувствует что сильнее это тоже зависит от мозга например когда уходит два бойца ну такой марин и уже перед боем они чувствуют что что он победил это тоже прослушивая это немножко другое просто даже начальство общается один уже чувствует что он слабее а другой чувствует что это превосходство чувствует что он слушает это как раздражается это нет это зависит от количества мозга это нельзя ну как бы в среднем физические кондиции одинаковые у кого мозгу больше что-то выделить это понятно да давайте при уже образованном человеке ну сознательном геметика среда и воспитание какой пропорции усредненно если не будет соответствующего образования если не будет среды в которой он сможет реализовать свои способности ничего не получится нет процентное соотношение в человеке генетики среды где он поднялся в какой среде он живет и воспитание сейчас объясню генетика надо понимать дело в том что структура структура мозга она генетически не детерминируется в этом весь фокус то есть генетика тут не поможет но скажем так сложившийся человек у него его способности на 80% зависит от конструкции его мозга это не среда почему есть такая поговорка гений дорогу пробьет это действительно так потому что он мотивирован конструкцией своего мозга почему потому что у гения что происходит вот эти структуры о которых я говорил например для того чтобы быть просто ну хорошо подделывать 100 долларовые банкноты копировать нужно иметь полтора десятка структур мозга очень больше чем сейв а если художник должен быть хороший то там три десятка таких структур и вероятность что они все будут большие очень низка то есть да прошу прощения не совсем видимо я подал вопрос допустим вот молодой человек да уже молодой ген насколько влияние родителей то есть гены в нем процентном среда где он вырос то есть генотипика и интеллектуальная среда и воспитание 80% это гены это гены ну то есть не гены а конструкция мозга а конструкция мозга это гены но не совсем дело в том что у нас в генах нету формы вообще там только последовательность скорость синтеза белка все я читал мнение что 40% гены 40% среда и 20% воспитания это верно? не так усредненно разная нет хотя ну наверное среда интеллектуальная более способствует развитию нежели я не хочу фамилии называть вот у нас есть много людей из интеллектуальной среды много есть людей из интеллектуальной среды дураки дураками слушайте неужели вы не видите включить телевизор ну и чего не помогло ничего дело в том что нет телевизор очень полезно выключать для того чтобы не быть таким как показывают есть другой принцип да нет нет это не нужно как и в интернете потому что интернет это еще более управляемая система и более программированная чем телевизор как вы относитесь к фразе воле и труд человека дивные дивы творят воле и труд человека дивные дивы творят ну да а если колодцы которые стоят ну не только если например нет гений есть ли он гений не если иногда и поставить воспитываем это продукт самодисциплины развития творчества и труда не получается ничего не получается имитация получается творчество нет пока это вопрос к людику что вопрос к людику что вокруг и какой талант вы знаете я не буду загадку чем белка отличается от крыс потому что у белки пиар хороший а это они абсолютно идентичные живут так вот насчет ван гога слушайте ван гог из жизни продал одну картину это все работа его брата который торговал все он не просто спонсировал он его с удовольствием потом продавал на чем разорился все картины ну слушайте это описано у массы художников как в конце 19 века приезжали бизнесмены на выставку говорит ага вот этот вот смотрите в котелке в отличном костюме у него обалденные картины не не годится подходит там девушка рисует еще лучше нет не пойдет мы на ней ничего не заработаем женщина не годится а потом смотрит сидит лохматый воняет водкой еле держится на ногах он говорит вот этот пойдет и берут из него делают великого художника у нас этого мусора в музеях забит тьма пущая нет но времена меняются и оценка гениальности то видимо переоценка ценности это вы про медиократию это не про мозг это о другом совсем дело в том что если мы будем оценить и говорить про искусство то тут же возникает один одиннадцатый вопрос где критерий потому что из-за того что мозги разные критерии будут разные одному нравится одно другому нравится другое поэтому всегда найдете у любого захудалого художника произведение который какой-нибудь идиот купит потому что мозги еще раз говорю и у художника и у зрителей они разные а вот вечные ценности то есть речь идет например о решении каких-то фундаментальных там закон конкары вот так он у нас есть институт академии наук институт математики он сделал за 70 лет свое существование меньше чем пиодинка или ма ну ничего математика тоже условная наука и теория струн тоже не доказана это все не доказано искусство так же нет нет есть скажем страшное слово в этой ситуации хайп и суть в том числе и научных исследований в периоде времени оно требует определенного медиа востребования когда вы ну как бы каждый следующий покупатель не хочет выглядеть лохом это тоже присутствует в другой уже истории я согласен здесь во многом с Сергеем Вячеславовичем по поводу того что действительно это у каждого воспринимается абсолютно по-разному и абсолютно по-разному мы воспринимаем уже каждый из нас то что нам предлагают в виде творцов для кого-то Тарковский это все а для кого-то Тарковский это нуднятина которая неинтересна в принципе ну вот но при этом это величина возведенная в определенный раунд это да есть понимаете сейчас да я возьму есть очень простые критерии здесь не надо копии ломать искусство не надо трогать потому что для восприятия искусства нужно иметь такой же мозг как у художника двух одинаковых нам подобрать очень сложно как мужа и живой в 90-е предлагал ставить там окрас высоко разрешающий на входе в ЗАГС и заодно ну что подбирать вот чуть-чуть чтобы не цапались ну вот это раз а второе я предлагал ставить стереотаксис и выжигать миндалевидное ядро утечки и так далее не будет никаких конфликтов я объясню просто миндалевидное ядро долгое время выживляли у белых медведей медведей в канадские циркачи и все удивлялись смотрите вот он там не боится конечно он выжиг основной центр агрессии жидким азотом и там смело в клетку заходит вот то же самое я предлагал делать с тещей и будет все отлично но это шуточки но на самом деле подбор людей по менталитету то есть то что называется психология а на самом деле по конструкции мозга была бы очень важна потому что масса семейных конфликтов бы исчезла потому что люди бы вкладывали как я говорила в начале слова одинаковый смысл это бы решило проблему но есть объективные способы особенно науки если не брать вкус у нас есть два способа очень простых это называется метод предсказания результата и метод известной добавки никаких других способов проверки нет предсказывает теория результат однозначно без всяких вариантов она значит второй способ проверки метод известной добавки если у вас есть некая формула то вы изменяете входящие условия на известную вам величину и говорите что я получу вот такой то результат после того и если ваша теория верна то все получается что-то я не видел в последнее время таких ну это все подменили просто нирами неокрами и окрами и опять стали деньги во главу угла нет дело в том что если мы будем говорить о способах научного воровства я тут могу прочесть большую лекцию именно поэтому на сегодняшний день у нас в общем-то и на западе и у нас наука превратилась в помощь это известно потому что ни один проект не может продолжаться меньше десяти лет а у нас все эти неокры от двух до трех лет за это время нельзя кандидатскую диссертацию написать правильно нет то есть ее можно с помощью GPT-чата многие пытаются с помощью GPT-чата у нас такая работа была нам заказана мы разобрались GPT-чат мы идентифицируем на раз почему потому что им стали бороться чиновники а это опасность государственного уровня потому что эти мерзавцы имитируют бурную деятельность когда дело доходит до серьезных вещей то приходится в общем воротить за вымя ничего не сделаешь технологии распознавания есть так же как технологии неинвазивного то есть непрямого сканирования мозга которые позволяют выявлять произвольное мышление да мы это делаем умеем это делать это пока к сожалению дороговато но в крайнем случае когда речь идет о специальных людях для специальных делах то это в общем мы можем осуществить но вообще неинвазивность данной ситуации она как бы она же тоже условна по сути потому что ничего условного нет предсказывайте результат значит не уснуть мы же до него должны дойти ну как мы до него доходим очень легко для того чтобы оценить человеческую способность вы должны написать вот для нас должны написать текст так слов на 700 про бабочек про жучков про любовь про собачек что хотите смысл то есть содержание смысловое не имеет значения не имеет значения чтобы это было то что вас лично интересует в чем вы разбираетесь ну например выращивание там орхидеи еще что-то там коллекционирование бриллиантов среднего размера тоже если вы это разбираетесь и готовы писать свои чувства вот сейчас это расскажу вы пишете такой текст а сейчас объясню в чем письменная речь это единственное то что то чего нет у животных и то что требует в среднем мобилизации около 35 полей под полей в каждом полушарии поскольку они все индивидуально изменчивые их характеристики более стабильны чем отпечатки пальцев таким образом вы даете нам свои отпечатки не пальцев а создание создание своего и дальше мы потратили 8 лет для того чтобы подыскать корреляции между конструкцией мозга и вашими способностями мы для этого как минимум должны уметь писать и читать ну вот тогда мы можем да судить и в этом случае гарантировать никакой условности просто потом берем этого человека ставим ему задачу и он ее решает если у нас отрицательный результат вы можете ему дать 100 миллионов задач он ни одной не решит все все очень просто по-ленински практика критерий истины все да можно вопрос как вы прокомментируете вот этот классический спор лока и ледница что в разуме нет ничего чего бы не было бы в чувстве это вот отчет чушь собачья чушь собачья конечно ну как я вот сейчас целый рассказывал о том что лимбическая система которая определяет например выброс гормонов половые предпочтения ваше созревание это сказать социальное оно от обезьян оно обезьяне от примантов но 65 миллионов лет истории оно кое-что стоит а человеческая история всего четыре с половиной миллиона лет за которые наш мозг увеличится и произвольное мышление сидит не там где чувство а там где рассудочная деятельность то есть в коре в этом разница именно поэтому вы вставая утром себя вынуждены заставлять делать то что делает вас человек а вам хочется совсем другого вам хочется пообезьянничать и под мышки не брить кого-то про дедушек можно еще вопрос я постараюсь больше или не да нет давайте учебы интересный вопрос задаю чего стесняться фигара еще длинная да вселенная это проекция иллюзия проекция нашего мозга или это физическая нет это физическая величина потому что мы же ее можем исследовать и проверять но это исследование и проверка это тоже продукт нашего мозга это философия надувательства есть скорость есть постоянная есть постоянная планка скорость света мы знаем прекрасно как вот как бы доказана кривизна вселенной когда солнечные лучи проходят через мимо объекта большой массы они скривляются это прямые эксперименты деревья которые для нас зеленые и высокие для других животных так что вы видите да у кого такой же как у нас но у пчел так чуть-чуть сдвинуто в одну и другую сторону но в принципе то же самое остается мы конечно не видим так как видят гордый аппарат у него извините я сейчас объясню в чем разница по цвету почти одно и то же но лучше различать потому что у него есть то чего нет у нас поскольку у нас была эволюционная часть нашей эмулиции когда мы почти не утратили зрение мы были тогда похожи на таких небольших крыс и это привело к утрате зрения настолько такое черно-белое слово а в рептилии от которых произошли птицы у них внутри палочки копочки есть так называемые капли то есть которые позволяют различать большое количество оттенков ну представьте себе орел он летит на высоте там 100 метров он говорит он там с трубой ищет мышку это вред силы кобыль потому что первое у него количество элементов в глазу в 5 раз больше чем у нас то есть сразу мы его спускаем со 100 метров на 20 дальше а он имеет высокий цветовой контракт за счет того что там вот эти масляные капли которые как фотографии являются фильтрами ну как вот цифровой фотографии там фильтр который делает изображение цвета значит мы еще спускаем его на 10 метров вот он на 10 метров летит дальше у него в глазу есть специальный вырост вот такой знаете когда лучик свет попадает он кругленький но если вы подставите бумажку то он растянется вот так вот у него в центре глаза такая лупа от полутора до двух с половиной раз то есть мы его пускаем еще на 3 метра а кроме этого он видит мутро фиолетия а мышь боится потерять свою дорогу домой поэтому она через каждый метр делает пис-пис а пис-пис на солнце в темной траве флуоресцирует желтым цветом и вот значит голодный орел то есть это все что мы стоим на табуретке и видим флуоресцентный след мыши ну ничего то есть остаться голодным орел просто невозможно надо быть идиотом конечно они все ловят прекрасно вот эта разница есть но принципы все равно остаются те же мы не видим в ультрафиолетовом свете мы не видим в инфракрасном свете это да они чуть-чуть захватывают эти диапазоны даже насекомые которые радикально отличаются но в принципе все то же самое потому что биологическое значение имеет цвет в том числе и зелен да движение ну насекомых поскольку мозгов почти нет надо ловить движение поэтому фасеточные глаза это главное чтобы было смещение тогда легко определяется это так давайте что можно мысли на расстоянии послать человеку какую-то английскую информацию то есть если человек не разговариваешь а просто мысли представляешь и послаешь ему какой-то диалог человек на это реагирует сила мыслей это форма самоубеждения если сделать прямые точные встречные слепые эксперименты ничего не получится ну у нас классический вариант у нас такой есть дуале сбежавший недавно из страны Невзоров он значит не должна была быть встреча но он спугался и не бежал но вот в Питере с ним договорились но он сбежал ну это классический вариант у него много таких было ситуаций значит он там долгое время ездил с говорящей лошадью Невзоров он совсем простой то есть он человек без образования без знаний с дикими амбициями глубочайшими заднуждениями по всякому полу дура я об этом ему лично говорю никаких здесь секретов нет дело в том что он возил с говорящей лошадью и говорил все время что в Германии был такой гадс сейчас вам скажу эту историю кратенько действительно немец возил умную лошадь гадс и вот ему говорили давай умножать у него слова набирал лошадь и вот там буквы стоят и говорит давай и вот она проходит внимательно смотрит на эти буквы раз и складывает из букв слоги и слова и долгое время не могли понять где мухляж а мухляжа никакого не было дело в том что мозг лошади он своеобразно очень устроен не намного сложнее нашего в том смысле но у него есть великая вещь они очень наблюдательные и лошадь этот гадс он засекла что когда хозяин хочет чтобы какая-то буква была выбрана у него дергается мизинец ну дергается и она засекала и подходила именно к этой буквы и все было хорошо а как потом когда пригласили профессионала физиолога он говорит ну поставьте бумажную стеночку лошадь же будет видеть ноги правильно будет слышать голос хозяина страху я и все она перестала угадать да давайте скажите пожалуйста а это можно так сказать исходя из концепции лекции разогнать свой мозг или стать умнее нет если там задатков нет ничего не получится если у вас реально есть задатки то есть какие-то структуры у мозга достаточно большие содержат большое количество миров и вы не реализовались так сказать в жизни ну так бывает то компенсировать это используя то что уже есть да можно а вот разогнать нет потому что там метаболизм очень ограниченный у нас если отключить вот у вас любимая жена возьмет подушечку прикроет ночью через 6 минут вы потеряете сознание почему потому что в мозге не надо экспериментировать хватает на 6 минут внутренних запасов именно поэтому мозг так много энергии ест потому что еще же там есть фокус один дело в том что мозг это забарьерный орг он иммунно пререгированный у нас два таких органа у мальчиков и девочек если обучить то три это мозг в который иммунная система не попадает он защищен от вашей собственной иммунной системы иначе она уничтожит при пробивании гематоэнцефалического барьера включать счетчик 6 часов до смерти еще два таких хороших места яичники и семенники то есть мозги можно пересадить туда и получится сами понимаете что ну и наоборот или мозговой хрен или хреновый мозг то есть это да там потому что нет защиты иммунологической потому что понятно что сперматозоиды они имеют другой набор хромосом если иммунная система доберется до половинчатого она естественно вас кастрирует очень быстро да давайте можно погромче в одном из интервью вы сказали разговоре о гене если вы что у вас есть вопросы по поводу Пушкина по поводу детали какие пушкины а с арси еще есть а с арси вы стиль говорит Пушкин изобрел русский язык сейчас не надо велеть этим по ухам филологам но дело в том что Пушкин как раз заимствовал все что мог все его сказки это вашингтонный век это раз серьезные литературы веды знают это в тысячу раз лучше меня все его эти стихи это стиль изложения это как известно секретарь Ломоносова кто был секретарем Ломоносова мы тершинник Барков вы читаете его стихи сколько вы там найдете аналоги читать неприлично потому что Барков писал для мальчиков а Пушкин поскольку страдал неуемным сексуальным желанием он писал для девочек во времена Пушкина таких поэтов было полно пример Венедикта ну слушайте Пушкин это искусственная система вот как пробелку и крысу вот и Роман Гаврилович Державин извините дом Пушкина у себя тот самый который придумал полицию который стал первым министром серьезнейший человек у него было съездить в Питер когда будет зайдите в его дом там установили почистили там собирались выдающиеся поэта России которые сформулировали как раз основы вот этих самых литературных приемов которыми воспользовался Пушкин теперь конкретно про него он гений да конечно безусловно владение словом феноменальное но у него все стихи как говорил недавно ушедший от нас очень известный поэт плавают как я сказал плавают в спермическом бульоне я полностью согласен в том числе а вы посмотрите там о чем да 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 ну за две фразы не надо цепляться а то у нас Ленин становится философом здесь как с одним физиком говорил меня прямо это передергало он говорит все написал про материю потому что электрон так же бесконечен как атом чего ну понимаете есть вещи называемые словобудие то есть никогда ахиллес не догонит черепаху это игра лингвистических ужимок и прыжков то есть противоставление то есть вы сначала используете порочную логику а потом с ее помощью ставите так сказать невыполнимые ситуации создаете ну это известный прием дешевый у нас политики этим занимаются все время ответьте на вопрос очень простой который очень любили в советские времена а достаточно ли велик вождь ну-ка однозначно все поймете это из этой семьи скажите пожалуйста а вот увидите какие-то несколько имен которые вас впечатлили с точки зрения гениальности нестандартности которые на вас производят впечатление современников на какая разница ну по крайней мере не мифологически генера нет ну не мифологически почему у нас же есть замечательные ученые Вагнер например который преподавал зоопсихологию в московском университете еще в 19 веке потом отсидевший у нас Лоренц который был офицером СС спер его книжку и получил Нобелевскую при вот например человек который придумал зоопсихологию всеми забыт и заброшен сейчас если отбросить из ныне живущих если отбросить там всякие закидоны связанные с псевдофилософией у нас Острецов есть такой пожалуйста физик который разбирается о чем говорит потому что большинство физиков которые у нас сидят в академии они не понимают что говорят вот он живой и он слабенький конечно он еле ходит но вполне и художники есть современные ну ромашка например блестящий художник причем с танковой живопись еще вполне в силах там его под 50 покупайте пока не помер потом не купите дадим нет это вложение вопрос в итоге мозг детерминирован чем изначально он детерминирован индивидуальной конструкцией структур которые отражают его функции то есть у нас поля различаются у людей на количественном уровне от 3 до 40 крат по подполе а кроме этого еще есть и качественные различия у многих людей одни подполя есть а других нет поля это морфогенетический процесс перераспределения делящихся нейробластов в процессе индивидуального развития геном там имеет очень косвенное отношение к этому а развитие с чем связано среда не влияет нет если вы не будете дустом травить вот как например я здесь недавно был вынужден даже записать ролик он называется либерализатор 58 году было создано вещество атрацин или атрозин который вызывает редукцию мужских семенников и превращает мальчиков в девочек отличная вещь в Европе это атрацин используется 58 года и как вы думаете почему там такие странные отклонения в странах где разрешено пропаганда сексуальных отклонений это количество достигает 10% в норме человеческих популяций значит склонность к этим отклонениям у одного процента населения это правда а в странах в которых мальчиков кормят атрацином и атрозином достигает 25% Европа и Америка на этом сидят у нас кстати атрацин и атрозин закупают в огромных количествах так что феминизация то есть направление либерализации через увлеченность пидористия будет дальше нарастать а конструкция мозга это индивидуальная вещь связанная с морфогенезом это отдельная история почему потому что в генах нет формы не сидит там никакой гомункуруз это у нас всего знаете сколько генов 25 тысяч работающих генов вообще ни о чем и при этом 150 миллиардов нейронов вы этими генами ничего закодировать не можете ну кто в школе учился арифметику учил вообще ничего не может сделать поэтому в эволюции выработался механизм когда там работает несколько генов а дальше все это на регуляционном уровне то есть это морфогенез то есть форма образования которая регулирует самой себя есть это да это если хочется арифметики то пожалуйста собственно говоря об этом писал Тюрин Тюрин диссимативных структур это что это вот об этом и опять этим не занимаются и заниматься я не вижу что кто-то начнет потому что это процесс появления новой информации то есть имеется ввиду позиционных сигналов для судьбы для определения судьбы клеток из межклеточных взаимодействий не генетическое а уже из формы зачем нужна форма вы знаете сколько погибает человеческих зародышей для того чтобы наш мозг появился на 100 полотворений рождается один цена вопроса и возникает вопрос если у вас все детерминировано генетически почему бы сделать вареную колбасу со всеми связями этого же нет зачем вам форма мозга с бороздами извильными бог знает чего и при этом такая гибель от этого происходит зачем вы что извильными там эти гвозди за шляпки тащили да никто не видит ваших извилин до последнего патолога анатолика а форма есть которая не выполняет никакой функции простой детский вопрос зачем форма мозга если она функции не выполняет она выполняет функцию в процессе развития она распределяет во времени и пространстве специализацию тех самых мозговых полей которые выполняют конкретные функции хорошо но в этом случае как бы опять же расхожий термин насмотренность навиденность начитанность развивает ли это каким-то образом при наличии областей которые достаточны для того чтобы усиливать тезис делать себя более эффективным более знающим как это принято сейчас в обществе говорить да конечно развивает никакого спора нет не начитанный и не образованный будет проигрывать начитанному и образованному но если им придется решать творческие задачи то даже не начитанный и не образованный но обладающий соответствующей конструкцией все равно пойдет потому что вам будет легко это даваться поэтому как да расскажите про видоизменчивости и соотношения не понял видоизменчивости и соотношения видоизменчивости и соотношения вы ваше очень классный взгляд ну на мой взгляд ну изменчивость людей или кого мы сейчас говорим о давайте о мозге говорим ну изменчивость очень велика об этом всю лекцию рассказывать ну когда речь о сортинге начинается там же конкретно звучат абсолютно претензии это кто психологи ну гоните их в шипс ну вашу позицию можете озвучить ну у меня позиция я ее сейчас высказывал полтора часа она состоит в том что человек обладает индивидуальными особенностями мозга и от него нельзя требовать что-то за эти способности за их гранью вы не можете человеку у которого нет способности учить языки заставить его выучить пять языков правильно что с чем это связано это связано там с девятым и десятом полем лобной области все оно маленькое но может быть очень маленьким человек никогда ничего не выучит ему будет очень тяжело в любом классе встречаются дети которые не могут писать вы знаете они ну не могут и все один на сотню не то что он такой мерзавец что-то он не хочет он не может в чем дело девятое поле там которое координирует делает зрительно-моторной координации и контролирует письмо у него очень маленькое да есть есть зато он может быть гением абсолютно другом ну может быть он там музыкант хороший живописец ну или скажем так музыкальный композитор который может сочинять да пожалуйста но при этом мозг устроен так что абсолютного гения такого гармоничного не бывает то есть это редчайший случай потому что мозг не бесконечен по размеру и поэтому двухкилограммов мозга конечно шанс там нескольких способностей больше чем у маленького ну например там это Богданов которого Ленин все время обворол ну который придумал экономическую теорию социализма кстати говоря кибернетику так для справки его и Винер обобрал в свое время значит кто-то только его не обирал умер как раз из-за того что он себе проводил эксперименты по переливанию крови и понял как это все устроено но многих вещей богист совместимости тогда не знали ему перелили кровь и он умер поэтому его мозг достался коварным ученым вот они выяснили что вот он очень гармоничный был человек он много чем занимался и книжки писал кибернетику изобретал создавал переливание крови с экономическую теорию социализма и прочее Ленин его ругал но пер это нормально так обычно и бывает да, Света вот Наполеон Хилл написал книгу о Наполеон Хилл кто? Наполеон Хилл он написал интервью с известными людьми и он доказал что сначала было воображение а потом это получилось как это работает то есть мы не получим ничего прежде чем это не придумали технически я не понимаю в чем я не понимаю вопрос я не понимаю вопрос извините у нас случилось в жизни да сначала придумали придумали в Бразилии с чего вы этого взяли ну это мнение ну мнение ну хорошо всякие мнения бывают ну придумали в Бразилии а потом вдруг это реализовалось ну в каких-то простых вещах вполне возможно но принципиально в чем проблема то основная что всего вообразить придумать нельзя это надо исследовать некоторое время иначе вы информацию не получите в человеческий мозг не может представить все что есть в окружающей природе и в сути явлений мы не можем умозрительно как Аристотель проникать в суть вещей он хороший был парень но тоже был беспорядочный для тех времен он был прекрасен да Костя но это умозрение на днях Ио Маск развил то что на основе его чип вот этот вот нейролинк он изобрел устройство которое позволит видеть даже тех кто от рождения не мил но при этом еще в дополнение к обычному зрению он сказал что будет возможно для человека с этим импланком видеть в том числе в инфракастном фиометном хитреслее имеет ли это смысл в принципе для мозга человека для Илона Маска имеет конечно его право нейролинк провалился полностью да ну а что вы ну видите вы инфракрасное это можно и сейчас видеть взяли вон существует термовизор одели очочки там на элементах пельтье существует охлаждитель вы получите инфракрасное изображение он на СВО отлично этим пользуется отстреливают украинцев за полтора километра отличная вещь между илона слушайте ну это такой вот кенгуру американский он во первых вся эта история с нейрочипом я участвовал в конференции в 2000 году где чехи рассказывали делали доклады о использовании нейрочипов для людей с полной утратой слуха вот уловно это же самое сперл он маска выдает за высокое достижение он ничего не создал там два прохиндея из института Маун Синай один из них от нас сбежал когда-то мелкие жулики один занимался удалением если меня поют не сменяет кровоизлияние а второй еще какой-то ерундой никогда в жизни никаким интеллектом никакими чипами они не занимались вот он их подобрал отфинансировал и дальше началась эта история эти чипы встраивали в мозг в 90-х 80-х годах массово как животным так и людям это закончилось ничем это вот пиар-компания опять белка и крыса вот Илон Маск у него уже там эти никто на китайских батареях самоката не покупает Тесла они он гниют там тысячами это уже все эти снимки обошли все издания международные потому что читать надо уметь в рамках школы средней школы если сейчас весь Катми собрать и пустить на батарейки то будет всего миллион автомобиль кому нужно это Тесла никому сейчас это массово заканчивается и а чип это это пиар-компания просто его такая ну дело в том что через некоторое время примерно через месяц полтора как показали в том числе и Чехи на этих слуховых системах они внедряли чип непосредственно в слуховые ядра ствола очень сложные операции и люди слышали реально они монтировали под кожу приемник звуков и показали что это все работает но несколько месяцев и все и у Илона Маска то же самое у него был только один шанс действительно выдвинулся в передовые если бы он уже видел два чипа которые определяют движение и в речевую область Байдена вот это был класс потому что тогда бы точно демократы выиграли он бы там джойстиком возрулил и все и тут походил там и чирикал ну а так это все это все пиар-компания да дружище есть великые личности которые сильно повлияют на развитие нашей изобретательности это кто это Иисус Христос о нет это не как бы вопрос это все таки пениальности это примерно только за пределы разума какой пределы разума слушайте у меня есть книжка недавно вот вышла и покажу с чего вы взяли что израильский раввин там за пределами разума выше про Будду я вообще не говорю христианство это экспортный вариант иудаизма я вас умоляю причем фарисейского я бы был с этим поосторожен что с исламом да это вообще новодел сейчас я не религию и вед но в данном случае ни о какой мысли речь не идет ни в одном ни в другом ни в третьем идет и вот у меня вышла в этом году книжка называется личный мозг это тому кому за 35 жизни уже профурыкали да но еще можно что-то исправить да то есть еще есть шанс что-то вот как это сделать об этом и здесь есть последняя глава которая так и называется сейчас одну секундочку извините давайте я открою давайте то есть вот эти вот сказочные истории про муду там про иисуса христа а про святоистов почему он забыл ну потому что сказать нечего я объясню вы поезжаете в индийский храм посмотреть что там творится там современные деятели Индии прямо стоят так рядом святых угодников видите нет нет это сейчас просто оглавление надо а нет оглавления спереди спереди как в порядочной книжке спереди просто чтобы не читать посмотрел и оставил в магазине но вот отличие человека разумного четвертая глава борьба мозга с эволюцией дифференцировка сознания летальная диффузия и временная функция Бога я понятно здесь излагаю да люди которые обладают способностью производного мышления могут решать нестандартные задачи они эти функции выполняют слушайте я все придумал вообще вот эти все религиозные абрамические религии это кто за ратур за деньги между прочим ученые его вызвал царь и сказал слушай у меня денег нет а мне надо собирать налоги что бы сделать ну тот говорит давай последний мешок золота тогда ученым еще платили и он придумал за несколько месяцев чего то что мы сейчас называем абрамическими религиями там в чем фокус основной человек родился зачат во грехе деньги в кассу что к ней сделал уже виноват ты создаешь конструкцию психологической вины у людей и тогда армии надо намного меньше они сами принесут собственно говоря и так всем понравилось сразу же это монополия на смерть на что монополия на смерть религия это монополия на смерть нет религии там кроме обирания населения столь полезного как мы знаем во всех странах религия выполнила одну функцию очень важную эволюционную я занимаюсь нет все равно какая религия я занимаюсь эволюционными процессами в том числе экспериментальными простите ну вот они дают результат сейчас одну секунду дело в том что все религии мира они сработали в том смысле что прекратили каннибализм это главное потому что ну ели мы друг друга ну просто почем еще в 16 веке как во Франции не урожай там очередной епископ пишет папе Римскому что делают едят друг дружку почем зря все эти сказки про конфетки и прочее это что заманить вкусную девочку в лес там съесть французские шарпио ну посмотрите первоисточники волос в том дыбов да давайте вы хотели спросить что-то хотелось бы выразить свою признательность по поводу всего происходящего здесь спасибо большое за эту декларацию вечер спасибо большое потому что в тот момент когда слушаешь вас происходит определенное единение с самим собой и ты не только слушаешь вас но и занимаешься так сказать самокопанием это даже не самокопания это очень приятные ощущения которые вокруг вас создаются за это вам отдельное спасибо большое но я стараюсь иначе будет скучно спасибо а вопрос он следующий может быть он даже больше касается не знаю женщин наверное да женщин и касается мозга потому что я меня тут специалист по мозгу но тем не менее есть такое мнение что такое нейронные связи вот те самые протоптанные дорожки внутри мозга в которые мы входим какими-то путями есть более широкие тропинки есть более узкие тропинки это у кого как бы им было скал но просто случилось так и случалось что последние несколько лет ситуация в нашей жизни непростая тяжелая заставляют думать и как бы вот в нашей в нашей какие-то прекрасные вот эти ветвистые тонкие тропы они затерлись потому что в женском отбулом случилось очень линейно там очень крупные трассы они остались трассы на сохранение рода семьи и так далее вот что-то такое очень основательное понятное дело что мы быстро самоустанавливаем особенно думающие вопрос следующий насколько возможно установить в определенном возрасте вот ту самую ветвискость там не ветвистости делать сейчас обещаю сейчас обещаю общение с такими людьми нет кроме общения с такими тоже нет надо общаться с коньяком вообще полезно с трепангами пообщаться близко с трепангами да то есть сейчас объясню мозг устроен таким образом что он всю жизнь растет то есть связи образуются разрываются каждый день у нас в мозге все 150 миллиардов нейронов образуют 3-4 связи и 3-4 связи рвутся каждый божий день да каждого нейрона из 150 миллиардов вот если вы будете заставлять образовывать связи в те областях которые не связаны с социальным благоденствием а с чем-то другим да ну как то каллиграфия например пожалуйста пожалуйста каллиграфия вы попробуйте научитесь писать и не для того чтобы продавать свои шедевры переписать конституцию глотова не надо это делать а для того чтобы заставить мозг работать в нестандартном режиме и тогда ну самый простой способ вы правша отлично ну хорошо нет ну вы уже вышли а вот попробуйте поесть другой рукой сразу почувствуйте разницу в мозге два полушария хотите прибавить прибавить хотите ешьте другую рукой то есть надо заниматься тем, чем вы никогда не занимались я все время да-да-да я все время об этом говорю если вам чего-то сильно не нравится попробуйте этим и заниматься потому что потому что это возможно это возможно да-да-да ресурс там почему сейчас объясню сейчас объясню там про устройство у нас все области мозга ну во-первых мозг устроен ну как в общем не очень хорошо если бы я был Господом Богом я бы такого безобразия не допустил причем одинаково у всех и у животных и у нас но самое главное в том стоит что каждый участок мозга воскулиризируется то есть снабжается капиллярами артериольными и венозными в пять раз больше чем нужно понимаете вот этот шикарный факт да вот послушайте что надо делать дальше почему нужны трепанги и коньяк еще и сигары кстати сейчас объясню потому что ферментированный табак он увеличивает капиллярное кровообращение а вот эта вот фигня в сигаретах которую набивают и дают она ничего не увеличивает там наоборот поэтому курильщики сигарет опять пачек в день хорошего зеленого цвета лицо серенькое а у Донов Педров красная морда светящаяся изнутри из чего бы это капиллярное кровообращение увеличивается то есть что нужно нужно следить за капиллярным кровообращением здесь все средства хорошие а поскольку у нас капилляров в каждой структуре мозга в 5 раз больше потенциал есть но есть тонкости дело в том что 4 из них обычно сидят молчат то есть это что значит конкретно физически через эти капилляры не проходят эритроциты плазма крови течет эритроциты нет это что значит это значит что кислород и еда не поступают ваша задача регулярно в разных областях мозга занимаясь разными делами причем через силу часто заставить восстановиться кровообращение ему же тоже кстати говоря кто так практикует тому потенция дольше сохраняется такое к слову а что будет через 30 лет надо проектирую то же самое нет для себя между мужчиной ну вот то есть Андрей я хотел вопрос иначе говоря нужно заставлять это работать работать можно так заставить только в том случае если вы заставите напрягаться и тратить энергию мозга на какую-то фигню которая вам кажется абсолютно никчемной то есть цель увеличить кровоток довольно просто потенциал есть не запускайте долго не занимайтесь одним и тем же иначе там где капилляры будут не использованы они постепенно сжимаются и уже восстановиться не смогу поэтому вы знаете поговорку в здоровом теле здоровый дух на самом деле одной из двух да Андрей вопрос с самого начала вы определились так что теория Дарвина правильно что мы все-таки произошли от обезьян и в 10 миллионов лет и пришли на 4,5 год сформировался Болосакарец дело в том что Дарвин об этом никогда не писал я говорю о том что да мы сформировались но мы сами себя отбирали у меня вот есть книжка церебральный сортинг мы сами и кролики и экспериментаторы поэтому такая скорость отбора то есть мы отбираем людей которые сейчас у нас востребуют в той или иной социальной системе отсюда такая скорость а если вы о религии это не ко мне это к папам к психологам и туда для меня это не существующая проблема то есть теория божественного возникновения разума это не так нет я так обманывать граждан не могу совесть не позволяет извините торговля словами даже за большие деньги это не мой профиль я другим занимаюсь я нарушу свое обещание и задам три вопрос давайте конечно быстрее астропизик который прохиндей абсолютно я много читал его еще при жизни и в общем это все интересно абсолютно к тому что говорит что ищет возможно будет не есть который встал мозг и быстренько можно вырвать за 5 момент несколько и сушки все это вранье и сказки у нас это в журнале техника молодежи в 60-е годы любили писать я не не исключаю просто они будут обладать главной функцией мозга они не будут образовывать новых связей зачем они нужны мы подошли к компьютеру нажали три кнопки получили то же самое и второй вопрос вы допускаете что любое производное мозга человеческое в будущем технически исполнимо но если мы будем отбирать людей способных производному мышлению почему нет конечно то есть любая фантастику когда-то рассказывает сейчас рассказывает технический ну когда-то это вполне возможно просто вопрос воплощения потому что у нас есть такие панамы просто ну гигантские типа термоэнерного синтоника ну не будет никогда потому что физику надо получить в школе хотя бы да причем много энергии просто в условиях гравитации термоэнерный синтез невозможно нестабильный и последний вопрос что такое самосознание самосознание это когда вас убедили то что оно есть это первое самосознание это осознание самого себя этим обладают и обезьяны и собаки все они отдают отчет всем больно они хотят избегать неприятностей и искать колбасы ну так грубо говоря его можно сравнить вера вера это способ экономии энергии на работе мозга почему такое количество много религиозных фанатиков потому что вы принимаете какой-нибудь религиозный дом набор правил на этом заратустра кстати говоря всех и купил у тебя есть набор правил думать не надо энергия вниз ушла канабиоиды получил ну и все и будь счастлив чем меньше думаешь тем больше канабиоидов ну и замечательно зачем вам это вам честно пожалуйста это основа религиозного сознания не использование собственного мозга в обмен на так сказать внутри мозговые то есть эндогенные наркотики поэтому такое количество верующих что многие люди говорят ну да есть внутренний порядок ну видимо это самосознание ну внутренний порядок научились этим если взять маугли пример когда никто не учит Шопенгауэр как известно говорил что у нас богатый внутренний мир и молди вот отвяжите человека от общества и он там будет совершенствовать да не будет ничего Шопенгауэр сам был шизофериков и другим хотел сделать такими же но вот дело в том что он ничего из ничего не появляется должна быть социальная структура общества и тогда можно вот прийти к таким заключениям а так если человек этого ничего не знает он ничего не говорит не будет дорогие маугли ничего не сделал дорогие друзья но мы уже и больше времени взяли всего спасибо вам огромное что вы сегодня пришли следующее мероприятие у нас насколько я помню 23 октября и вроде как должен быть Максим Привезенцев со своими последними работами и с разговором о старых работах добро пожаловать а Сергею Вячеславовичу огромное спасибо за глубочайшую беседу спасибо огромное Сергей Вячеславович это было круто реально круто я надеюсь что я всем испортил чуть-чуть жизнь спасибо